Добро пожаловать на .next Moscow 2020. Расскажите, сколько времени заняла подготовка доклада, Станислав, с вашим багажом знаний? Ну, с учетом того, скажем так, сколько вообще приходили к этой мысли, сколько это все разрабатывалось и так далее, но в сумме, наверное, месяца 4 это все шло плотно, такой хорошей работой. Ничего себе, это непростое дело быть спикером на .next. Не, ну, когда с работой совмещаешь, то все несколько проще становится. Ну что, перейдем к докладу. Ай, ты знала? Да, Лиза. Ты знала, что у нас у Станислава есть еще целая книга и в формате аудио? Вот, я бы хотела задать один маленький вопрос к Стасу. Вот, войдет ли этот материал, который будет сегодня в эту книгу? Да, ну вот, кстати, говоря о книге, то есть я ее там одно время очень активно писал, прям вот, как говорится, как не в себя. Вот, потом она встала в такую паузу небольшую, вот, ну, как небольшой уже год, да, и когда я ее начинал делать, то она была скорее про архитектуру платформы, потом я такой начал думать, так архитектура-то слишком круто замахнулся, потому что это можно вообще говоря, как большая советская энциклопедия, да, то есть ее писать, писать и никогда не закончить. Вот, и да, я ее вектор поменял, то есть текст текущего остается как есть, вектор поменял, это скорее будет про то, как делать все быстро, то есть это не абстракции уровня garbage collector, да, вот, а вот именно такая более, скажем, практичная, да, то есть когда вот открываешь, читаешь и вот делаешь, вот, и желательно буду писать так, чтобы можно было вот как я с вами разговариваю, начитать, да, вот, и тот, кто слушает, ее смог послушать, вот, даже код понять. Звучит вау, слушать код в аудиокниге, это как-то вау. Ну, код на сон, а все остальное можно в остальное время, да. Ну что, начинаем? Это как раз мы сейчас почти пробуем, да. Хорошо, давайте тогда начинать. Если в фоне будут какие-то звуки умирающих людей, стреляющих танков и летающих самолетов, это там ребенок мой, вот, занимается играми, мы давайте начнем. Доклад будет, собственно говоря, про то, как делать Zero Location Code, для чего, как к этому пришли, вот, и, ну, собственно говоря, посмотрим на графики, на сам код, вот, так что начинаем. Меня зовут Станислав Сетристый, я занимаюсь практически всегда разработкой на .NET Backend, и раньше было написано здесь еще vpf, slash winforms, ну вот, вот, несмотря на то, что их слегка реанимировали, да, в .NET Core и в 5.NET, вот, эти слова уже исчезли из этого списка. Вот, ухожу в CC++ по необходимости, вот, CC++, CLI, когда совсем необходимо, провожу семинары, как мне сказали, как уже вот сказали, да, вот, и занимаюсь книжкой, книжкой занимаюсь, вот, если, кстати, сейчас, секунду, буквально перейти на GitHub, да, сервистый .NET Book, то здесь будет даже такая ссылочка, вот, на Redmi, вот, в котором можно эту книжку увидеть в таком хорошем формате, вот, который можно прочитать даже с мобильного телефона, для того, чтобы с мобильного, я даже вот слова переносить научился, иначе трудно читать. Вот, хорошо, давайте начинать. Связаться со мной можно по телеграм-каналу. Все было хорошо, пока не узнали, что все плохо. Когда я делал этот доклад, я его сначала сделал по-простому, да, думал, что буду много кода показывать, потом решил, что это будет достаточно скучно, решил сделать в формате драмы. Драма, как известно, она из трех частей состоит, из трех актов, вот, вот, по ней и пойдем. Когда мы разрабатывали наши сервисы, вот, а у нас в ЦРТ достаточно такое крупное решение программное, много сервисов, все они работают очень хорошо, плотно, вот, коллектив подобран прям один другого лучше, да, вот, профессионалы своего дела, и полтора года мы набрасывали код, да, тот сервис, этот сервис делали, вот, и, ну, пока пишешь, оно же, как бы, делаешь как, оно, делаешь решение, да, вот, преждевременно оптимизацию, естественно, никто делать не будет, потому что, ну, мало ли, оно не факт, что здесь будет проблема, да, вот, когда она начнется, тогда и будем решать. И, как выяснилось впоследствии, проблема-то, в общем-то, возникла даже не у нас, вот, а в те решения, которые мы использовали. Этих решений два, это MongoDB и Samba, то есть решения, наши сервисы работают на Linux, да, в докерах, и, соответственно, они должны уметь работать по SMB-протоколу. Чтобы работать по SMB-протоколу, а это работа с Windows шарами, да, необходимо, ну, там было сделать волевое решение, либо использовать какую-то, там, не знаю, там, не знаю, Linux-овую библиотеку, либо там свою написать, либо использовать существующую. Мы заиспользуем существующую, называется она Samba Library. Эта библиотека написана очень аккуратно, очень педотично, прям вот к архитектуре этой библиотеки вообще не подкопаться. Ну, вот один минус у этой библиотеки заключается он в том, что она как не в себя ест оперативную память. То есть, ну, как, вот мы работаем по сокету, да, по сокету идут пакеты, ну, вот, достаем пакет, кладем в буфер, да, в array. Дальше в этом буфере есть часть полей, которые отвечают за какие-то, ну, не знаю, там, размер, там, чего-то там, да, вот это вот все хозяйство, вот, и какой-то кусочек, например, слой данных, да, этого пакета. Вот, чтобы его распарсить, берется array, туда копируется этот кусочек и отдается дальше. И вот так вот, array от array от array очень много вот этих вот выделений и копирований, но ты, понятное дело, что она работает, ну, как бы не так быстро, как хотелось бы. Это первое. Второе, там феерический трафик сущностей, то есть, сами пакеты это отдельные сущности, у них слой данных там отдельные сущности, с типов пакетов там, не знаю, сколько там, порядка сорока этих типов, ну, сколько команд, да, столько типов пакетов, вот, сколько там у них внутри может быть данных, столько еще классов, вот, и когда они прут бешеным потоком по, ну, сокету, да, программ их принимает, парсит там, выделяет эти сущности, то выглядит это ужасно, вот, если честно. Ну, вот, выглядит это вот так. То есть, если посмотреть в .memory, то у нас график, он просто вот так вот бешено-бешено его колотит, вот, а каждый вот шажочек вниз, да, это срабатывание GC, вот, а GC, причем, не факт, что нулевое, зачастую это второй GC, вот, на второе поколение. И когда вот посмотрели на эти графики, мы поняли, что надо что-то здесь менять, да, но сначала, понятное дело, впилили стандартную библиотеку, а потом уже начали менять. Сразу же скажу, к чему это привело, да, здесь у нас, понятное дело, сущности и арреи, а к чему привела наша работа, то есть, вот, о чем будет разговор, да, и к чему в итоге мы пришли в рамках этого разговора. Мы сделали четыре теста. Первый тест – это 10 тысяч соединений и разъединений последовательных к файловой шаре на PSMB протокол. Второй тест – это перечисление 21 тысячи файлов в сложной структуре каталогов. Сложная структура каталогов – это, ну, там, каталог внутри десяток, внутри каждого еще там сколько-то, внутри каждого из них еще сколько-то, да, и надо рекурсивно в каждый зайти, достать файлы из каждого и выдать, скажем так, в принимающей стороне. Третий тест – это выкачать 200 файлов из плоской структуры, то есть, у нас есть каталог, там 200 файлов, по 16 мегабайт каждый. И последний тест – это комбинация со вторым, выкачать структуру и каждый файлик скачать. Это все работало, ну, как бы так, вроде выглядит как недолго, да, 10 тысяч соединений, 8 секунд, ну, выглядит как нормально. Вот, перечислить 27 тысячу файлов, ну, вроде как долго уже выглядит, да, но, с другой стороны, это же надо в каждого идти, это там куча пакетов туда-сюда, ну, может быть. Ну, вот, 200 файлов по 16 метров каждый, 7 секунд, ну, вроде быстро, да, звучит как быстро. Там 21 тысяча файлов, куча гигабайт, соответственно, данных, 255 секунд, ну, долговато, но, может быть, нормально. Вот, но наличие профилировщика, да, оно помогло нам понять, что это не очень нормально, потому что в первом случае на 10 тысяч соединений у нас трафик, это цифры по трафику, по памяти, 1 гигабайт, да, и в самом худшем случае у нас для выкачки всех файлов из сложных структур, это 25 гигабайт, это трафик по оперативной памяти. Понятное дело, что когда такие цифры, они примерно совпадают с объемом выкачиваемых данных, понятное дело, что это, скорее всего, массивы, да, но и не только. И, естественно, возникает желание от них избавиться. Дополнительно обмазали код. Перед тестом есть у статического класса GC методы по забору статистики, сколько на данный момент отработало garbage collection. Вот, и, соответственно, мы их вызвали до теста и после теста. Это разница на экране. То есть, когда мы выкачиваем 21 тысячу файлов со сложной структурой каталогов, у нас вышло порядка 4 тысяч garbage collection. Это какая-то феерическая сумма, то есть это просто вообще жуткий ад. Это 10 раз в секунду, это же, ну, я не знаю. Это двор, ну, получается, garbage collector работает дольше кода на самом деле. То есть, если так, ну, выводы начать делать, да. А, и хорошо. Подумали мы. Если поближе посмотреть, да, получается, что 10 тысяч соединений у нас превратилось в время, да, итоговое. Делаем флеш-форвард, да. Есть в кино такой прием, когда вот в будущее немножко. Когда мы уже все переделали, вот, получилось, что у нас код начал работать быстрее, прям сильно. Соединений не так важно, потому что мы все равно на одном работаем. Вот, но тем не менее, против 8 секунд у нас получилось 5. 8,5 мегабайт – это то, что не вырезать, да, это систем криптографии, который написан между нами, говоря, ужасно. Вот, но два garbage collection на нулевом – это как бы не так важно, да, на пяти секундах. Дальше. Перечисление 27 тысячи файлов вместо 27 секунд. У нас за него 4 секунды. Мы просто поменяли способ работы с памятью. Феерическое ускорение. Вот, удалось снизить потребление по памяти с 265 до 5 килобайт на нуле, да, отрабатывание GC. Выкачка файлов на нуле – 16 килобайт вместо 7,3 секунды. И самый сложный пример – вместо 255 секунд у нас пример отработал 11. Я, честно говоря, когда я увидел, я подумал, что у меня что-то где-то сломано. Вот. Когда я вот итоговый вариант запустил, я просто глазам не поверил. Я вставил в цикл вывод на экран, чтобы убедиться, что да, действительно, я все файлы прохожу. Какие-то счетчики поставил там и так далее. Я просто не мог поверить своим глазам, что я вышел на эту цифру. Но вот, я, честно говоря, думал, что у меня все сломалось, что-то я забыл, какой-то цикл у меня, извините, раньше времени выходит. Или еще что-нибудь. Оказалось, это правда. Но идем дальше. Вот. Мы столкнулись с такой ситуацией. Что же делать? Подумали мы. Ну, может, там, ну, скорее всего, все подумали. Что же делать, да? Память выделяется без нее никак. Да, ну, в любом случае нам нужны какие-то новые инстансы каких-то классов. В любом случае нужны какие-то массивы. Мы без них, ну, как-то работать не можем. Вот. И решение пулинг. Пулинг надо делать. Вот. То есть массивы можно пулить. Берешь массив какой-то, да. Вот. Он тебе не нужен, отдал. Вот. Еще один массив нужен. Забрал тот, который отдал. Вот. А работаешь по факту на одном массиве. Вот. А если, соответственно, у нас какие-то экземпляры классов выделяются, так то же самое. Берешь из пулла, достаешь экземпляр, заполнил, что-нибудь тебе надо. Работаешь. Не нужен, ну, обратно в пул засунул, да. Вот. Выглядит как то, что надо на самом деле. Хорошо. Хорошо. И после вот того, как пришла вот эта мысль, началась основная часть, да. С головой в память. Вызов антагониста. Антагонист – это такой отрицательный герой, отрицательный персонаж, вот, с которым сражается герой, да, драмы. Вот. В данном случае антагонист у нас – это поток памяти, вот. И как мы будем с ним сражаться. Первая, естественно, мысль – это воспользоваться правилом 20% усилий дает 80% результата, вот, и избавиться от массивов. Вот. Нет смысла пулить инстансы каких-то классов, если, как бы, да, у нас какие-то гигабайты идут через массивы. Для того, чтобы от этого избавиться, необходимо все, весь код перевести на iMemory Owner. Потому что iMemory Owner – это такая штука, вот, которая, типа, владелец какого-то куска памяти. Вот. Вот, владелец, потому что он, у него есть свойство memory, да, который ссылается на этот кусок памяти. И он реализует интерфейс iDisposable, который, ну, как бы, типа, прекращает владение, да. Вот. То есть мы получаем iMemory Owner, владелец буфера, с буфером работаем. И когда буфер нам больше не нужен, мы вызываем Dispose, и все. Нас дальше не волнуйтесь, с ним дальше приключилось. Вот. А в нашем случае он уходит обратно в пул. Вот. Дальше. Дальнейшее действие – это пулинг объектов. То есть мы когда избавимся от массивов полностью, а, кстати говоря, среди массивов у нас есть и строки. То есть, а в чем проблема строк? Проблема строк заключается в том, что строки – это, ну, такой, это не просто массив, да, это массив, вокруг которого есть куча, куча, скажем так, стороннего, стороннего кода, вот, который с этими строками работает, именно со строками, да, а не с массивами. Вот. Вот это первое. Второе – это то, что у строк есть куча ништяковых методов, которые там to upper, to lower и так далее, и так далее. Вот. И можно, конечно, вычитать из сокета кусок данных и синтерпретировать их как memory-ownered char. Вот. Но в дальнейшем, в дальнейшем большая проблема, что с этими строками случится, когда они будут отданы принимающей стороне этой библиотеки. То есть, если SMB library отдает кому-то строку в формате iMemoryOwner, да, от char, то, ну, вот, как бы, да, вот, тот человек, который получит такую прекрасную строку, он, конечно, скажет, и что мне с ней делать дальше. Вот. А делать надо следующее. То есть, у нас memory-owner, у него есть свойство memory, дальше свойство span, да, а span легко трансформируется в read-only span. Вот. А read-only span, это значит, что от char, да, это все алгоритмы, которые работают со строками в формате read-only span, они автоматом начинают работать. Вот. Поэтому не так все страшно, как выглядит. Пулинг объектов понятно. И дальше у нас еще одна такая штука возникла. Это пулинг iAsync нумераторов. Глубоко пошли, да? Вот. Но почему так пошли? Потому что если уж мы выкачиваем сложную структуру каталогов, мы это должны делать как-то красиво-синхронно. Красиво-синхронно это iAsync нумератор. Почему? Потому что, ну, как бы, это то же самое, что iAsync нумератор, да, то есть мы, нам не нужна вся коллекция, нам ее отдают по кусочкам. Вот. И с другой стороны это выглядит как последовательный код, да. iAsync нумератор, и там этот цикл пошел. А на самом деле это нифига не цикл, это машина с состояний, вот, которая асинхронно туда-сюда, это все делает очень красиво и все такое. Вот. Но проблема в том, что когда вы делаете метод, который возвращает iAsync нумерable, вот, и внутри делаете какой-нибудь for each, в котором делаете yield return, это, конечно, выглядит очень красиво, выглядит офигенно. Но проблема заключается в том, что машины с состояний – это очень-очень жирные объекты. Вот. И если такой код вызывать очень плотно и часто, там такой трафик начинается по памяти. Там вот за 10 секунд выедает 200 мегабайт, вот, в легкую. Ну, вот, если, ну, вот прям плотненько-то все вызывать, то все. Код красиво написан, да, не спорю. Но вот память он выедает, будь здоров. Следующий шаг – к черту Async и Wait. Классно, да, мы пошли? Вот. Выяснилось, что работа с сокетом быстрее, если она синхронная. Вот. А вот эти вот все ништяковые, вот эти вот все вещи, вот, хипстерские типа Async и Wait. Ну, ладно, они уже не хипстерские, они уже нормальные. Вот. Но, тем не менее, вот. Оно в итоге работает сильно медленнее. Вот. Оно красиво выглядит, но работает медленнее. Поэтому перевели на синхронщину обратно. И оно в разы просто, вот, ну, раза в полтора точно быстрее начало работать. Ну, и ускоряем пулинг. Это мы посмотрим. Я вот вам покажу, что такое ускоряем пулинг. И в результате получаем профит, в результате получаем победу. Это мы к тому, к чему мы придем к концу доклада. Вот такой вот слайд. Есть пулы, я знаю. Вот. Есть Microsoft Extensions Object Pool. Есть только Nugget Packet. Он очень хороший. Он прям ништяковый. Вот. Но у него есть... Как там это самое, да? У него есть проблема. Вот. Не в том, что его написал не я, да? Да? А в том, что вот Nugget Packet, которые, ну, там, выкладываются для общего пользования, например, там, Microsoft'ом или еще кем-то, они носят характер работать максимально в общих условиях. Да? Вот. Это значит, что этот Object Pool, который, ну, там находится, его можно, во-первых, сделать своим каким-то, да? Какие-то свои алгоритмы туда написать. Во-вторых, можно написать какие-то свои алгоритмы по выделению и возврату этих объектов обратно в пул. Вот. И из-за того, что это можно подменять, он работает чуть медленнее, чем хотелось бы. Вот. Вот. Например, тот вариант, который я написал по итогу, да? Вот этот вот, третья, четвертая строчки. Вот эта вторая строчка, на самом деле, сейчас обертка над первой. Вот. Я не знаю, почему обертка работает быстрее оригинала, но, возможно, там какие-то, как его, джиттер твики включил, вот, и заработал быстрее. Ну, это, это, это не моя заслуга. Но если сравнить, вот, вот, собственный пул с оператором new, который, я, между прочим, скажу, имеет феерическую оптимизацию, то получится, что вот этот вот пул работает быстрее. Ну, а пул с супер-хаком работает вообще супер-быстрее. Я вам покажу этот хак. Ну, вот, получается, что выделение памяти из пула плюс возвращение обратно в пул работает быстрее, чем просто оператор new. Вот. Не говоря уже плюс garbage collection. Как это выглядит? У меня немножко квалиатура запаздывает за этим самым, за скриншарингом. Как это выглядит? Выглядит это примерно вот следующим образом. То есть, если мы возьмем, там, самый простой пример, simplePooling, да, вот, я, наверное, даже запускать не буду, тут, в принципе, так все понятно, то выглядит это примерно следующим образом. У нас есть класс objectsPool. Это вот в библиотечке memoryPools. Ее можно там на гитхабе найти. Я в конце скажу, как. Мы указываем тип, получаем такой статический класс, да, из него достаем экземпляр и инициализируем. Вот. Как это выглядит со стороны самого класса? Со стороны самого класса это выглядит следующим образом. У нас есть какие-то поля и метод init. Это минус данного подхода. То есть, вместо того, чтобы делать конструктор, мы делаем метод init. Нет, почему это минус данного подхода? Потому что, когда мы получаем экземпляр класса из хипа, да, оператором new, он у нас весь такой подчищенный, все поля равны нулю, там, да, ну, ноль, now, false, все это ноль. Вот. А все это обнулено, все прекрасно, мы его заполняем, и есть гарантия, что до нас его никто не трогал. Вот. А когда мы получаем объект из pull, такой гарантии нету, потому что человек может, например, написать, забыть обнуление, да, то есть, вот метод init.pull может забыть, ой, не понял, что нажал. Может написать, забыть вот что-нибудь типа вот такого, да. Вот. И тогда вы, когда получите объект из pull, он будет с какими-то старыми данными. Вот. Но на самом деле этот плюс можно так легко и непринужденно вот так вот черту поставить, превратить его в плюс, минус в плюс превратить, да. Почему? Потому что, если у нас через pull идет очень плотный трафик какого-то типа, да, например, вот этого, вот, можно пренебречь очисткой. То есть, можно просто его инициализировать, но не очищать. То есть, в этом случае получится инициализация, да, она тем самым его и прочистит. Вот. Мы заодно избавляемся от плюс одного действия. Это, ну, вычистка, да, потому что, когда работает оператор new, он в любом случае должен вычистить память перед тем, как отдать. Потому что мало ли что там лежало. То есть, минус может стать плюсом. Это с одной стороны, да. С другой стороны, конечно же, может возникать такая точка удержания каких-то экземпляров классов. Вот, когда у нас в pull данные ушли, вот, но, например, по какой-то причине больше не нужны, да. Pull заполнен с этими данными, но вот они все держат ссылки на какие-то экземпляры. Вот, и получается, что в данном случае, ну, как-то, конечно, у нас не будет garbage collection, да. Вот, ну и память не освободится. Классический memory leak. Поэтому здесь надо решать каждому, чистить поля или не чистить в конце использования этого объекта, да. Писать вот так вот для каждого поля или не писать. Хорошо. А дальше, когда объект возвращается в pull, он как бы, ну, просто возвращается в pull. Если у нас что-то посложнее, то есть давайте сходим немножко, вот, немножко вбок. Вот у нас эта библиотека. Вот, у нас, например, необходимо работать с буферами. Чтобы работать с буферами, ну, был тут такой вот очень простой кодишник написан. GetBuffer, да, и там какой-то размер. Internal ArrayPulls. ArrayPull есть такая штука. Откуда эти буферы забираются. Здесь указывается размер, и, соответственно, она там что-то делает. Что она делает? Делает нам следующее. Вот в этом методе, сейчас, вот в этом методе, возвращается, вызывается у ArrayPull, у настоящего ArrayPull, идет аренда буфера. Запрашивается некий минимальный размер. Минимальный размер – это то, что мы, собственно, и попросили. Например, 100 байт, да, мы попросили. Минимальный – это значит, что он нам отдаст либо 100, либо больше. Как это решается? Решается это, как в классическом дотнетовском ArrayPull, ArrayPull.shared, который по степени двойки. Да, если мы попросили 100, нам вернут 128. Если попросили 129, нам вернут 256. Это сделано для того, чтобы не было такого, что мы просим сначала 100 байт, потом 101 байт, потом 102 байт. Ну, так, знаете, такое развлечение в нашей программе. А ArrayPull, он такой 100 схоронил, вернули, да, обратно в Пул. Ему попросили 101. Он такой, ну, не могу я 101, надо опять аллоцировать, да, и получится, что мы опять много раз аллоцируем, чтобы такого не было. Естественно, введена такая, ну, градация. То есть мы просили 100, нам вернут 128. Вот, хорошо. Но 128, например, с этим числом работать неудобно, если мы 100 попросили. Как это обрезать? Чтобы это обрезать, можно возвращать не массив, а memory, да. То есть у массива, это же массив возвращается? Да, массив. У массива есть, ну, там, asMemory, да. И тогда вот этот вот возвращаемый тип, в memory. Если его использовать, он уже будет обрезан до нужного размера. То есть с memory и до min-buffer-size, да. min-buffer-size. Да что ж такое? Вот. И если так сделать, то вот этот метод вернет оболочку, которая обертывает вот этот буфер, и, понятное дело, имеет максимальный размер, именно, например, 100 байт, а не 128. Хорошо, но тут возникает проблема следующего рода. Вот этот вот буфер, да, если его кому-то отдать, а он захочет его еще кому-то отдать, а та сторона еще кому-то отдать, и особенно, если все это делается асинхронно, то непонятно, кто должен возвращать обратно в пул. Правильно, да? Какая сторона обратно в пул должна возвращать? А черт его знает. Может быть, первая, может, вторая, может быть, третий. Вот. И чтобы вот так вот не думать, не гадать, был заново изобретен счетчик обратных ссылок. Вот. Вот так вот, да, вот делали нам горбачкалектор, чтобы мы обратные ссылки считали снова вручную. Вот он, countdown memory owner. То есть, есть такая сущность, как iMemory Owner, да, владелец буфера, владелец экземпляра memory, который содержит дополнительный метод dispose. И с помощью этого метода dispose можно отправить этот буфер туда, куда надо, например, обратно в пул. Так вот, этот countdown memory owner, он содержит этот счетчик обратных ссылок, да, и задача того класса, который принял countdown memory owner, по приему этого экземпляра сделать ADD owner. Да, то есть, типа, владелец плюс один. Вот. И когда, соответственно, идет dispose, то вычесть этого owner. Ну, здесь owner вычитается, если он, как бы, больше нуля, все нормально, если, короче, дальше до нуля, то буфер возвращается обратно в пул. Все. И, соответственно, когда мы арендуем, мы получаем вот этот countdown. Вот. Вот такая вот схема. Если вернуться обратно в код, да, и посмотреть на второй пример, комплекс пулинг, то работа с буферами будет вестись примерно следующим образом в приложении. То есть, первое, мы достаем буфер, да, pull get буфер на 1024 элемента, например, он не важен, на сколько, получаем countdown memory owner. Вот сюда, да. Дальше мы, например, должны передать этот буфер какой-то другой стороне. Например, экземпляру комплекс пулинг item. Он принимает этот буфер, вот, дальше сохраняет себе, добавляет владельца, ну, и типа, чтобы можно было с ним работать очень удобно способом, возвращает сам себя. Вот. Сейчас. вот так, да, using var item равняется object pool, complex pooling item.get, взяли экземпляр этого класса из пула, да, проинициализировали этим буфером, вот, дальше мы с ним что-то там делаем, 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 и поскольку это using, вызываем на нем dispose. когда мы вызываем dispose на экземпляре этого класса, что он делает? Он дисплозит буфер. Буфер по факту не дисплозится, потому что в нем вычитается счетчик ссылок, да, было два, стало один. Выходим. Выходим вот отсюда и дальше, поскольку вот эта сторона тоже перестала с ним работать, вызывается dispose, в данном месте счетчик переходит на ноль, буфер возвращается обратно в pool, вот, и все прекрасно. То есть, если вот этот код запустить в бесконечном цикле, то он не будет выделять память вообще. Ну вот, подход такой. Хорошо. Определились. Борьба и саспенс, да, путь до конца. В чем проблематика? Вот, например, вы получили какой-то вот такой вот код, вот такую библиотеку. Она большая, она феерическая, вот, в своих размерах. И вот, как вы могли заметить, изменения нетривиальные. Получается, что самая большая сложность адаптации такой библиотеки, это мало, библиотеки, это мало точек, когда все работает. Да, то есть, вы беретесь, например, избавиться от массивов. Вот. Вы, естественно, берете граф вызовов, да, вот этот вот, выходите на точки оконечные, там, где листе, там, где уже вызовов глубь нету, только прием каких-то массивов. Вот. И первым делом переводите массивы на спены. Вот. Дальше поднимаетесь вверх. Вот. Если возможно, переводите на спены, если невозможно, переводите на memory. Поднимаетесь вверх. И так далее, и так далее, и так далее. Некоторые вызовы будут делать два вызова, да, соответственно, вы вверх подняли, смотрите, а там еще второй. О, опускаетесь вниз, и так вниз, 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 и там с листочка начинаете подниматься по стектрейсу вверх, 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 вверх. И все это переписывается, 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 вот. И вторая проблема, это много изменений, которые не покрыть мозгом. То есть, наступает точка, когда файлов изменено столько, что нет никакого понимания, и есть только какая-то тусклая надежда, что это все было сделано правильно. вот. То есть, ну, оно не скомпилируется, пока там, пока, ну, например, не перелопатится вообще половина, да. То есть, между точками компиляции бывало такое, что я изменял по 450 файлов. Вот. И когда, ну, причем это не просто 450, это вот файлик какой-нибудь, да, там, не знаю, там, шесть полей, которые iMemory Owner должны возвращать, а возвращали, array. И как бы этот файлик тоже отдельно, как бы сидишь, лопатишь, 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 вот. То есть, под конец это просто превращается в какое-то автоматическое движение руками по клавиатуре с тусклой надеждой, что все заработает. Вот. Но после прохождения каждой такой точки ощущение победы. То есть, когда запустил, когда оно заработало, да, когда смотришь на экран, ну, там, не знаю, файлики перечисляются, да, по той же самбе, думаешь, блин, оно работает. И такой, где подвох, где подвох, где подвох. Почему оно работает? Вот. С первого раза запустил. Такого не бывает, что с первого раза запустилось. Просто не бывает. Где-то баг. Ну, понятное дело, что где-то баг реально есть, а он потом где-то подстреливает, но вот это ощущение победы, оно вот как, не знаю, как, ну, как, не знаю, как школу закончил. Вот. Это ужасно. Вот. И прекрасно одновременно. С каждой следующей точкой все более явственно ощущение, что слишком много пройдено и назад пути никакого нет. То есть, только вперед, да. То есть, сначала вот начал, да, вот вроде как можно, как бы, ну, сказать себе стопы и дальше, короче, ну, не двигаться. Вот. Но с каждым последующим изменением, вот, когда видишь, что приложение начинает все быстрее и быстрее отрабатывать, вот, с одной стороны, с другой стороны, видишь количество изменений, которое уже пройдено, понимаешь, что, ну, как бы уже тут либо, короче, пан, либо пропал, да, то есть, надо до конца идти. еще одна точка такая проблемная, вот, это сроки давно пройдены, да, то есть, очень сложно спрогнозировать такую работу, та же S&B Library, там где-то порядка полутора тысяч файлов было заменено, вот, переписано, считайте, переписано, то есть, эта библиотека написана с нуля, фактически, ну, просто по старому лекалу, поэтому, собственно говоря, ее нету в опенсорсе, она в компании находится, вот, то, что она переписана практически полностью, там живого места от старой не осталось, только там, неизвестно, 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 вот, и на этой дистанции сроки уже давно пройдены, вот, то есть, сидишь такой на стендапе этих самых ведущих разработчиков, тебя спрашивают, ну, что, как-то такой, ну, в процессе, там, делаем, да, вот, ну, а когда, ну, скоро, скоро, да, все будет гарантироваться, то скоро сам такой репо чешешь, ну, да, скоро, ну, не факт, потому что можешь где-то стрельнуть, где-то там еще что-то, да, то есть, эта работа не быстрая, вот, но она, как вы видите, она приносит просто феерический отклик, то есть, вот это, вот это, оно превращается вот в это, вот, и согласитесь, тут, ну, по вот этому графику даже не видно, что что-то работает, да, а на самом деле, там, ну, как бы, там очень плотно что работает, там сеть нагружена на 800 мегабит в секунду, вот, на одном потоке, вот, между прочим, и, ну, очень плотно работает, вот, плюсы, да, минус 96% время исполнения, минус 99,9% в периоде использования памяти, минус 99,9% в периоде работы garbage collector, то есть, он просто, ну, просто не работает, ну, и опять же, повторюсь, изначальную картину, с 255 секунд, все сошло на 11, то есть, это, пожалуй, наверное, самый такой практичный доклад, из тех, которые я читал, да, он самый полезный, и вообще не знаю, то есть, это он, сложнее придумать что-то, что-то лучше, ну, в плане, вот, как показать, что такое garbage collector, что бы еще такого сделать, вот, знаете, так это тоже интересно, да, там, suspense был, да, то есть, это было там, был такой супер-мега напряг, ну, вот, была надежда, что я все закончу, вот, человек, вот ты закончил работать с этим кодом, что тебе еще надо, да, вот, а что бы такое еще сделать, думаю я, и хочется как-то стандартизировать то, что сделано, коллекции, можно сделать такие коллекции, которые безопасно растут, да, если взять стандартные .NET-овские, которые листы, стейки, кью, вот эти вот все дикшенари, вот, если, ну, помним, да, из всех вот этих вот собеседований, да, хотя бы, вот, что если они растут, если они упираются в верхнюю границу внутреннего масла, массива, то он там увеличивается в два раза, так вот, можно сделать так, что это будет безопасно, можно сделать так, что, когда коллекция одна растет, она переиспользует массивы той коллекции, которая опустела, круто звучит, да, то есть у нас есть одна, есть вторая, есть очередь, есть там, не знаю, дикшнери, вот, очередь по какой-то причине начала, опустеть, она отдает свои кусочки массивов в какой-то пул, а дикшнери начал расти, и он из этого же пула, эти же массивы, причем, там, например, в идеальном случае, на эти же массивы, но для своих типов данных, да, там массив был одного типа, а здесь другого, он переиспользует, вот, и трафик нулевой, хм, подумал я, звучит вообще шикарно, звучит, как вызов просто, причем такой вызов, несложный относительно, но лучше, проще, чем то, что было с SMB Library, вот, но такое, знаете ли, задачка для ума, да, и второе, такой думаю, коллекции, 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 а что еще, LinkU, LinkU же, господи, он же, он просто феерический трафик делает, да, если его активно использовать, вот, а можно сделать LinkU, который не выделяет память, круто, вот, надо LinkU, а потом такой, знаете, ну, это уже такая мысль, такая пришла, можно все, короче, сделать через пулы, потом такой, не, не, так не надо делать, лучше, лучше так делать не стоит, все-таки, да, все-таки остановлюсь на коллекции и на LinkU, вот, пришло вдохновение, да, третий акт драмы, это когда, соответственно, мы со всеми, с кем надо, переборолись, и можем идти к финалу, вот, и, соответственно, к счастливому, так сказать, концу, хорошо, слайд переключайся, стандартизация подхода, развязка, то есть, надо стандартизировать, вот, наш подход, да, из повседневного трафика идет от коллекции из LinkU, ну, обычная такая рабочая жизнь, да, коллекция LinkU, коллекции можно строить сегментами, то есть, не массивами, которые, прям, да, всю коллекцию содержат, а сегментами, сегментами, например, по 128 элементов, почему по 128, потому что, ну, обычно меньше 128, а если больше, то, например, 256, звучит логично, скажете вы, да, но 128 это 2 в седьмой степени, вот, и, соответственно, можно легко, если у нас какой-нибудь лист, да, можно легко посчитать индекс элемента данных в этом листе, если он состоит из вот таких вот элементов, да, по маске забрали, это самое, индекс внутри сегмента, вот, и с двигом битовым достали номер сегмента, очень дешево, быстро и хорошо, вот, а какие-нибудь, какие-нибудь очереди, стеки можно сделать односвязным списком таких сегментов, вот, и когда, например, стек или очередь, они растут, то сегменты доставать из пула, а когда они падают, да, то есть, когда у них размер падает, то ненужный сегмент отдавать в пул, и таким образом получается, если несколько очередей работают, да, одна растет, а вторая падает, и наоборот, то они просто между собой этими сегментами обмениваются, и память не растет вообще. Линки можно тоже построить через функцион, через пулинг, пулинг, ну вот, потому что линки это экземпляры классов, которые производные от iEnumerable и iEnumerator, да, ну вот, когда мы делаем select, мы из пула достаем какой-нибудь а-ля select enumerable, вот, делаем getEnumerator, из пула мы достаем enumerator, вот, а у enumerator есть метод dispose, который будет возвращать обратно это все в функцион, пул, вот, отсюда возникает маленькое ограничение, что нельзя бегать по, ну, использовать один enumerator, да, для того, чтобы пробежать несколько раз, то есть, только в одну сторону, но на мой взгляд, вот я не помню, чтобы я вот так вот прям писал, вот, не думаю, что с этим ограничением кто-либо прямо вот так плотно столкнется, а потому, почему бы и да, да, вот, все понятно, все известно, так, в общем-то, и сделаем. Обратимся к коду, обратимся к коду, чтобы, ну, знаете, Станислав, он такой, тот может что-то говорить, да, вот, а вот, если вот не посмотреть, то выглядит как магия, вот, как магия, а магия, знаете ли, это мы люди взрослые, вот, Деда Мороза, да, мало кто верит, посмотрим, вот смотрите, вот такая жуткая вещь, вот так, чтобы страшно стало, да, у нас есть innumerable.range от 0 до 100, where x, x%2, да, если у нас четно, делаем select, new context, что-то там пропихивает контекст, контекст у нас структура, да, структура, чтобы не было трафика, что-то там select, делаем группировочку, группировочку делаем, а группировочку сделать, чтобы, знаете, что надо, вот я вам сразу и покажу на groupby, как это работает, но не на этом, потому что это обычный, не innumerable, вот, а у нас есть точно такой же код, точно такой же, да, код, который, пуллинг инumerable, range, where, select, groupby, вот все то же самое, за исключением того, что он наш, а потому, мы идем, выглядит страшно, потому что куча generic параметров, вот, на самом деле все не так страшно, groupby, через objectspool возвращает, group, groupresults, innumerable, который инициализируется вот этими ключами, идем в innumerable, вот, пришли в innumerable, здесь мы вынете, как в конструкторе, все себе сохранили, когда делается get-unumerator, мы из пула достаем pooling dictionary, это специальная коллекция, можно будет, если время останется, покажу, как она устроена, pooling dictionary, вот, она устроена точно так же, как dictionary, я просто код скопировал, ага, вот, ну и не так все просто, там все работает на сегментах, а не на array, поэтому он как бы скопирован и переделан, вот, поэтому за алгоритмистику самого словаря беспокоиться не стоит, вот, он работает абсолютно так же. Достаем dictionary, вот, дальше мы for each, замечу, for each, пробегаемся по источнику, да, источник у нас какой? Источник у нас типа i-pulling innumerable, то есть это не i-numerable, а i-pulling innumerable. Почему for each работает? Задачка на собеседовании, потому что тактайпинг, да, потому что если я вижу метод get-a-нумератор, значит, это источник перечисления, да, нам не важно, чтобы он был именно i-numerable. For each из этого источника, дальше мы там что-то там считаем, кладем в этот словарь, там, короче, кучу всего делаем и возвращаем эту группу, да, то есть у нас словарь возвращается, в словарь берется, вот, он строится, этот словарь, наполняется ключом-значением, да, вот, дальше возвращается нумератор, этот нумератор внутри себя умеет сейчас бежать по этому словарю, да, возвращать эти значения, вот, а в методе dispose он все должен вернуть обратно в пул, то есть он берет источник, да, в пулендикшнере, возвращает каждый ключ в пул, возвращает каждое значение, все, вот, возвращает сам словарь в пул, все, все dispose и вышел, вот, и по итогу это все должно работать так, что не тратить память вообще, а давайте проверим, да, вот, куча, куча крутого, куча интересного, ну, Станислав, все люди взрослые, да, вот, вот, regular, link, да, который обычный, вот, мы сейчас его сбилдим, где он там находится, делаем build, дальше мы запускаем того, кого подкупить невозможно, это dot memory, вот, сейчас он там забилдится, запускаем, профилировку, вот, вот он приложение, видите, да, это обычный пул, вот, обычный, который, ой, обычный пул, обычный link, вот, делаем снэпшот, смотрим memory traffic, вот, чтобы ужаснуться, сейчас идет трансляция, поэтому он не успел много наградить, вот, машина там загружена под, там, не знаю, 90%, за это же время, без нагрузки на трансляцию, здесь можно увидеть цифру 200 мегабайт, за тот вот маленький промежуток времени, вот, хорошо, идем, да, ну, вот, если вернуться, да, здесь вот, группировка, да, и номера было, там, лукапы какие-то, там вообще, черт отступец, куча всего, вот, мы такие, ну ладно, мы теперь можем воспользоваться вторым методом, вот, а собираем его, делаем build, сделали build, возвращаемся сюда, перезапускаем, то же самое приложение, да, вот, оно, я прошу заметить, оно работает, да, оно работает, и что мы видим, абсолютный ноль, тот же самый link.io код, вот, причем, поскольку, ну, как вот, известно, да, есть такая штука, как C-sharp, link.io, да, вот, я его никогда не использовал, если честно, я даже его, не уверен, что написать сейчас смогу, но, вот, там, типа, var x равняется, select, x, там, какой-то from, вот эта вот, вот эта вот штука, о чем не берет, ну, короче, вот, вы поняли, о чем я говорю, вот, а он точно так же будет абсолютно работать, да, вот, вопросов никаких нет, потому что он точно так же работает через, а, duck typing, и, там, очень все, как сказать, все то же самое, короче, вот, трафика не будет вообще. прекрасно, давайте возвращаться обратно в слайд. Библиотечку можно потрогать, она называется Memory Pools, ее можно потрогать в первую очередь, для того, чтобы посмотреть, как с этим работать, да, потому что там фактически все свои практики, которые я наработал на, во время работы с S&B Library, они там находятся, вот, смотрите и вот, радуйтесь, вот, что, как можно сделать. Выводы. Какие можно сделать выводы? Первый вывод, который можно сделать, это то, что частое выделение памяти приводит к серьезным проседаниям производительности. Вот, отсюда я всегда топил, и буду топить за то, чтобы вы, скажем так, обращали внимание, да, то есть не так, что там, ну, там, коробочек коллектор, там, три поколения, короче, там, вот это вот, там, еще два хипа, там, больших и маленьких, да, вот, хорошую вещь, да, большим хипом не назовут, если рассмотреть на аббревиатуру, вот, и, соответственно, если, вместо этого, вот прям, ну, посидеть, разобраться, то становится понятно, что на самом деле, ГЦ, это не какая-то там, ну, микросхема на материнской плате дополнительная, да, которая в параллеле с вами чего-то делает, вот, и на это вообще никак не стоит обращать внимание, это вполне себе алгоритм, да, то есть представьте, что у вас, ну, вот вы пишете алгоритм, да, у вас на входе подается несколько миллионов объектов, да, и надо как-то, короче, между ними пройти, обойти граф, найти те, которые, там, например, по каким-то причинам больше недоступны в этом графе, вот, потом что-то там подвигать, память туда-сюда, вот, все это обновить, а потом, прошу заметить, еще пройти по всем объектам и подправить ссылочки, это не черта себе работа, я вам скажу, вот, а то, что на этой Assemble Library отрабатывает 10 garbage collection в секунду, да, то есть, ну, наводит на мысль, что garbage collector там работает больше, чем сама программа, ну, вот, отсюда вывод, да, не надо вот так вот бездумно авоцировать экземпляры типов, вот, это может привести к очень печальным последствиям, например, к тому, что ваше приложение, вместо того, чтобы за единицу времени, да, вот, если брать единицу времени, и сколько приложения сможет сделать за эту единицу времени, например, хочется 200 операций, а получается всего 50, да, ну, вывод, давайте делаем горизонтальное масштабирование, да, сделаем 4 сервера, и получается, что 4 сервера, вот, оно, как бы, ребенка, да, вот, они сделают намного быстрее, вот, но это дороже, да, чем, например, сходить понять за 2 месяца, конечно, если инженер недешевый, то это, конечно, может хорошо влететь, вот, но это дешевле, чем сервера арендовывать, да, то есть это в любом случае это дешевле решение, вот, и по итогу у вас один сервер вместо, там, какого-то количества операций сможет сделать, в данном случае, да, вот, если сам выбрать, 255.11, это в 20 раз больше, в 20 раз больше он сможет сделать, вот, за ту же единицу времени, а второй, кстати, антагонист, который, вот, вначале был упомянут, это MongoDB, вот, с ним тоже начали работу, вот, и причем, прошу заметить, мы начали работу на официальном драйвере, да, то есть, драйвер, он один, он, как бы, официальный MongoDB, который, .NET, вот, там, не помню, как пакет называется, мы его взяли, вот, как мой коллега заметил, очень хорошо, что, этот драйвер написан так, как будто бы, человек хотел использовать все паттерны проектирования, которые только знал, то есть, он Gov прочитал, выучил, о, класс, короче, можно фабрики, фабрики, фабрик, стратегии, там, еще что-то, вообще класс, короче, да, просто супер, умные люди написали, я тоже так хочу, и все эти паттерны заиспользовал, секрет в том, что все паттерны использовать не надо, это, то, что что-то хорошо выглядит, называется, еще не значит, что это, ну, да, вот, оно нам, вот, жизнь упростит, вот, и как итог, опять же, залезли в этот самый, в dot memory, залезли в dot peak, и увидели, что библиотека, она работает просто вхолостую, то есть она просто вообще, ну, ну, на ноль время умножает, вот, на которое тратит, вот, и возник, возник интерес, а давайте посмотрим, что будет, если просто взять и, например, переписать, да, библиотеку, никогда не говорите, что вы хотите переписать драйвер, это очень опасное заявление, вот, да, и, соответственно, вы такие, ну, потому что, да, это все-таки, вам-то интересно переписать, а начальство, может быть, не очень, вот, и, как пошли, мы написали proof of concept, то есть, вещь, которая доказывает, что есть проблематика, у меня был такой посыл, что вещи написаны на осях, написаны хорошо, как правило, вот, особенно, что касается, например, драйверов, да, каким-то базам данных, потому что база данных, они, ну, в основном все-таки пишутся на каком-то низком уровне, вот, и, если драйвер написан на дотнете и на сях, скорее всего, на сях он написан лучше, чем на дотнете, но это, не факт, но теория была такая, взяли его, взяли, написали сверху, в раппер, да, который сишные функции вызывает, вызывает, и написали, код, который парсит бизон, потому что ответы от MongoDB приходят в бизоне, вот, в результате получилось, что код, который написан вот таким образом, работает, если я не ошибаюсь, в пять раз быстрее, чем оригинальный дотнет драйвер, то есть дотнет драйвер другим языком, дотнет драйвер работает в пять раз медленнее, чем может, и это, ну, это прям, вот, знаете, это такой большой камень в огород, то есть это большой камень в огород производителей, потому что, я представляю, как это было, то есть, есть компания MongoDB, или как она там называется, ну, вот, они пишут офигенный продукт, да, вот, они пишут его, пишут, там, оптимизируют, там, еще что-то там, там, какие-то там их консорциумы, консилиумы, собираются, как это лучше сделать, как это лучше оптимизировать, чтобы ядро работало быстрее, там, вот это вот все хозяйство, да, чтобы не отставать от конкурентов, чтобы быть быстрее конкурентов, в конце концов, вот, и надо, чтобы с нами работать мог любой продукт, вот, например, там, дотнет, да, вот, но среди разработчиков базы данных нет дотнет-разработчиков, потому что, собственно, база данных-то на осях написана, вот, и чего? Надо нанять. А кого нанять? А черт его знает. Ну, вот тот вроде неплохой. Я никого не хочу обидеть, но вот, да, я просто смотрю на результат. Вот. Он был неплохой, потому что код написан очень чисто. Вот. Но там, извините, опять идут локации массивов, чтобы скопировать кусочек другого массива, вместо того, чтобы спен передать. Вот. И куча вот таких вот ништяков, которые в итоге вылезают в то, что драйвер работает в 5 раз медленнее. Вот. Туда же относится Newtonsoft.json, который тоже как не в себя ест память. Но туда же относится много что. Вот. И основная проблема, основной вывод на самом деле напрашивается, что вы можете бесконечно шикарную программу написать. Вот. Но вы упираетесь в то, что вы используете. Да. Вот. И если у вас, например, это решение должно работать максимально быстро, все-таки, несмотря ни на что, вот, то можно посмотреть в сторону письма. Переписывание каких-то кусков официальных драйверов. Да. Вот. Или чего-то подобного. Но об этом чуть позже. Работать с массивами, о чудо, надо через pen и memory. Потому что массивы, это массивы, они имеют ограниченную длину. Если надо передать под массив, то все равно надо во что-то обертывать, либо копировать. Копировать это зло. Соответственно, надо обертывать. А что у нас есть? Это spend и memory. Потому что они работают на уровне производительности доступа к оригинальному массиву. Они не тормозят. Вот. Массивы лучше всего гнать через пулинг. Да. Не обязательно array pool, потому что array pool.shared, он работает через thread static. Thread static, хоть и не намного медленнее, но медленнее, чем, например, прямое обращение. Можно написать свой pool, никто там, да, скажем так, если брать pool, который, объектов, который был написан, да, то текущий вариант, который я, скорее всего, сейчас покажу, вот, он работает, получается, в 8, что ли, раз быстрее, чем майкрософтовский и в 3 раза быстрее, чем new, оператор new. Ну, вот. Единственное, он не thread safe. Да, то есть, если сделать thread safe, он, конечно, будет медленнее работать, но все равно быстрее, чем вератор new. Там просто надо было работать на одном потоке, поэтому так. На нагруженном участке sync weight порождает сотни мегабайт трафика, поэтому, как бы, вариант использовать старый добрый callback, он никуда не ушел, да. Вот. Чтобы использовать callback, надо кэшировать кастинг к типу, то есть, когда у нас делегат, да, у нас какой-то метод, мы там что-то там, короче, кастуем, например, к function, то там возникает обертка, вот, а чтобы этого не было, надо в поле класса сделать вот этот вот function, в конструкторе скашировать и вызывать это поле, вот это действительно поле, тогда не будет трафика по callback. Вот, потому что sync weight, он на нагруженном участке порождает сотни мегабайт трафика, вот, а в пятерке или, по-моему, в тройке уже завезли, конечно, пятерке. Пуллинг тасок, вот, но смотрите, если у вас нагруженный участок, то пуллинг тасок, он не так приколен, как выглядит. Почему? Потому что таски, они тоже, то есть, таски, они как бы не то, что прямо друг за другом вызываются, то есть, они идут через диспетчер, там, да, вот эта вот вся, вот эта вот вся вещь, таскенджлер, вернее, вот, и между их вызовами все равно время проходит, вот, а если вам нужно нивелировать в ноль, то sync weight, это не та история, на которую смотреть надо очень плотно, вот, от нее надо избавляться. А sync numeral был тем более, потому что там вообще жирные, жирные стейтмашины, вот, можно его делать самостоятельно, можно делать стейтмашины самостоятельно, в этой библиотеке можно посмотреть, как они делаются самостоятельно, это стейтмашины, они не так сложно сделать, как кажется, и гнать их через пул. Счетчик ссылок хорошо для переиспользования буфера, потому что иначе не понять, какая сторона должна этот буфер обратно в пул отдавать. И работа через интерфейсы на нагруженном участке ведет к проседаниям, поэтому на нагруженных участках лучше всего использовать классы с невиртуальными методами, которые вы будете вызывать, запечатанные сиут, чтобы таблица виртуальных методов не использовалась вообще, вот, потому что если на нагруженном участке работать на интерфейсах, то код будет работать медленнее, вот, хоть и ненамножко, но медленнее. Прекрасно. Memory Pulse, не забываем, да. Как к этому прийти? Для начала, если вы видите какой-то участок, да, который можно, какую-то библиотеку, которую можно вот так вот переписать, вот, не идите к руководству, говоря, что, знаете, вот, есть такой драйвер, вот, для баз данных, вот, надо бы его переписать. Вам ничего скажут? Знаете, что скажут, да? Вот, поэтому для начала попросите немножко времени на анализ в .memory.trace. Вот, дальше еще немножко времени на то, чтобы сделать proof of concept. Вот, то есть у вас после первого пункта появилась первая пачка доказательств, после второго пункта у вас прямо хорошая пачка доказательств. Можно работать в пять раз быстрее, то есть не арендовывать сервера дополнительные, да, все и так будет работать, влезать в текущую конфигурацию. И после этого получите доказательство, сможете презентовать решение. В противном случае, если вы этого не сделаете, вы будете вот как на вот этой картинке, да, там, как будем увеличить производительность? Может, накинем там ядер или память, а может, просто перепишем. Вот этот вариант, как бы, да, он вероятнее всего, если нет доказательств. Насчет супербыстрого пула. Буквально, там, пара минут, полторы. Что такое супербыстрый пул? Не обязательно использовать какой-то вот такой пул, да, какой-то общий майкрософтовский, или там, не знаю, который вот в Memory Pools находится. Вот, в Memory Pools PerfTest есть, собственно, реализация пула. Называется она, вот есть Jet Objects Pool, да, типа реактивный, а есть Super Jet Objects Pool. Вот, он вообще супербыстрый. Вот, он может работать только на том потоке, где, да, то есть он не может одновременно с нескольких потоков работать. Вот, та-та-та. Он работает на Super Jet Stake, то есть это не очередь, а стэк используется, потому что стэк работает, ну, у стэка проще структура, с ним быстрее работать, чем с очередью. Вот, а Super Jet Stake, он работает вот таким образом. У него есть некий айтем, да, вот, и массив. Суть в том, что когда вы закладываете в этот пул элемент, вот, эта идея, кстати, была взята от микрософтовского пула, вот, вот, то он закладывается в очередь только если вот этот вот First Item с кем-то занят. Если First Item не занят, он вместо того, чтобы закладывать куда-то в массив, просто сетает field. Вот, а когда достает, он проверяет, если field, короче, ну, выставлен, да, то он его возвращает. Вот, а если field является null, то, соответственно, идет через очередь. И таким образом, если у вас суперплотная работа с пулом, и при этом он часто пустеет, то это будет просто бешеный буск производительности, то есть он будет отрабатывать быстрее, чем оператор new в три раза. Вот, поэтому данный тип задачки, он еще и интересный. С меня все, я, пожалуй, выкатил вообще все свои знания за четыре месяца, которые я приобрел. Вот, возможно, у вас какие-то вопросы возникли. Да, спасибо, Стас. У нас возник первый вопрос, один из самых интересных из чата. Как чистить пулы, которые распухли после пиковой нагрузки, например, то есть в обычном режиме работы приложения большие пулы не требуются, а память они уже не освобождают. Вопрос от Романа. Так, ну, тут можно пойти... Роман, я даже, по-моему, знаю, какой. Вот, хорошо. Тут можно пойти какими путями. Ну, опять же, да, то есть если пользоваться Microsoft-овским пулом, то у него есть стратегия, ну, аллоцирования объекта. Вот, заключается в том, что если, например, у нас внутренний массив, да, который хранит эту всю информацию, он достигает своего предела, то есть его не наращивать, а вместо этого оставшиеся элементы просто выделять, сделать оператором new. Вот, таким образом, пул не будет распухать. Вот, то есть мы части гоним через пул, а если какая-то пиковая нагрузка, то мы начинаем прибегать к оператору new и, соответственно, ну, понятно, то есть получаем некий трафик. Вот. Вторая стратегия – это вручное управление, то есть когда у нас… Ну, она тоже такая, так себе на самом деле, но иногда может быть такое, что мы понимаем, когда она начнется, нагрузка, когда она закончится, да. Например, потому что мы сами ее организовываем. То есть это не какой-то внешний запрос, а мы сами ее… То есть то же самое будет, это мы сами ее берем и выкачиваем. Вот, поэтому можно сделать какой-нибудь дополнительный метод, типа clean-up, да, который мы, например, дернем по окончании нагрузки. То есть нагрузка прошла, вот, мы выкачали там эти файлы, выкачали папочки, выкачали содержимое файлов, сделали чунады, сделали clean-up. Вот. Вот, но это как, знаете, такой, как gc.com, как он мне это называется, я забыл. Ну, там, ну, трагернуть gc, да, вот, примерно то же самое. Вот. Но первый способ, он предпочтимый. Вот. Плюс надо смотреть, что у вас, вообще говоря, происходит. То есть может так получиться, что вам и чистить ничего не надо, то есть надо просто изучить. Та же самба при прокачке пакетов, она, вот, пакеты прут, 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 да, какие-то там сотни тысяч там пакетов прут, вот. А если посмотреть на пул, одновременно там находится не более двух элементов, да. Вот. И получается, что нагрузка вроде пиковая, выглядит страшно, а в пуле практически ничего нету. Вот. А другая группа объектов, которые образуют описание каталогов и файлов, вот они как раз могут, ну, могут дать вот эту вот пиковую нагрузку, потому что самба может за раз отдать 20 тысяч файлов, да, пакетами друг за другом. Вот. И их надо сначала савоцировать, а потом, типа, вернуть. Вот. А здесь можно уже пойти другим путем, да. Здесь можно в конце вызвать метод клинап. Вот. Поэтому тут надо как бы думать. То есть это ручное управление памятью. То есть это, ну, так за нас ГЦ думал, а так мы вручную, вот, управляем памятью. Вот. Там, где вручную, там немножко надо подумать дополнительно. Вот. Но бояться этого нисколько не стоит, вот, потому что результат, он просто фееричен. Ну что, ребята, вынуждена вас немножко прервать. Спасибо, Станислав, большое за доклад. Как обычно, это просто кладезь очень полезной и очень интересной информации про перформанс, про то, как что внутри устроено и как заставить garbage collector, как сделать так, чтобы ему было лучше жить. Продолжить общение с Лизой и Станиславом вы можете в дискуссионной зоне в Zoom. Спасибо большое, ребята. Спасибо.